Цель номер один. Спешящая группа пехоты. Напоминаю, 400 метров. Цель номер два. Залегшая группа пехоты. Попасть в мишень здесь очень сложно. Стрелять приходится снизу вверх. Угол почти 50 градусов. Рассчитать траекторию полета пули практически невозможно. И все же бойцы справляются с поставленной задачей. Обе цели поражены. Такая практика в горах бесценна, говорят военные. Особенно, если разведчики работают так называемыми двойками и тройками. Такой бой с условным противником помогает разведчикам научиться понимать друг друга без слов. Пригодится в бою. Навыки вот эти нарабатываются постепенно. Они как бы уже выполняются автоматически. Все эти действия. Тактика специальная подготовка разведчиков – это целая наука. Придумать легенду учений – это не все. Нужно разработать план атаки, боя и в итоге отступление условного врага. Определить позицию каждого бойца. А это несколько сотен человек. За несколько лет в этом центре подготовки разведчиков обучили больше 10 тысяч бойцов. С военными здесь работают опытные инструкторы. Не только по боевой подготовке. За два месяца обучения молодые разведчики должны стать и профессиональными альпинистами. Это тоже обязательная часть программы горной подготовки Министерства обороны. Мы должны научить разведчиков ведению разведки различными способами в условиях горной местности. Дать им практику именно введения разведки в горах. Потому что практически нигде в другом месте, что в нашем округе, что в вооруженных силах, такого уникального места нет. Можно отработать все вопросы. В данном военном случае надето костюм ветрозащитный для работы на высокогорье. Специальная форма и экипировка для разведчиков. Всего этого не было еще несколько лет назад. Сейчас 84 наименования. Стоимость такого обмундирования 200 тысяч рублей на одного бойца. Чего только нет. Несколько пар обуви, нижнего белья, одежда для любых погодных условий. Начиная с носков и перчаток и заканчивая свитерами, куртками и плащами. И, конечно, экипировка. Особое внимание безопасности. Здесь сразу несколько страховочных приспособлений. И даже альпинистское снаряжение стало легче для удобства. Новая экипировка. Очень удобно по горам лазить. В этой зимней форме и с новой экипировкой бойцы и отправятся покорять очередную горную вершину. Высоко в горах уже выпал снег. Восхождение на Арау-Хок – заключительный экзамен разведчиков. Итог многочасовых занятий. Только после этого военные отправятся к местам постоянной дислокации. А на полигон, который расположился на высоте почти 2000 метров над уровнем моря, приедет следующая группа разведчиков. Такие занятия по боевой подготовке проходят только здесь, в Дарьяльском ущелье Осетии, на единственном горном полигоне в России. Это такой большой центр подготовки разведчиков со специально разработанной уникальной программой обучения военнослужащих. И уже в ближайшие дни здесь начнутся новые занятия. Бойцы приступят к изучению современных технических средств, так называемого комплекса разведки и управления связи. Виктория Кульчева, Аслан Тебеев, Северная Сетья, телеканал «Звезда». Прицел! 325! Это и есть стрельба прямой наводкой. С этим мощным орудием, так же, как со снайперской винтовкой. Главное – точный прицел. Сложные координаты перепроверяются наводчиком несколько раз. Система залпового огня «Град» уничтожает все в радиусе 400 метров. 40 снарядов у нас. Один снаряд – 400 метров. Если 40 снарядов взять, то уже 2 гектара получается площадь одной БМК. А если всем дивизионам ударить, то еще больше площадь будет. Такие совместные учения артиллеристов – хорошая школа, говорят военные. Только так можно отработать слаженность боевых действий. Испытать новую технику, которая появилась здесь совсем недавно. Разведывательно-огневые комплексы. Теперь самое главное – научиться все это правильно и эффективно использовать, говорят на командном пункте. Так в ходе условного боя и рождается новая стратегия. Изыскуются новые методы и способы огневого поражения для того, чтобы добиться наиболее максимального эффективного огневого поражения противника. Это пока на данный момент удается. Вот так все вместе. Впервые в составе полной батареи. До этого бойцы проходили только учебные сборы отдельными группами. Теперь непростая практика. Тактика условного боя – наука сложная. И все же военные справляются с поставленными задачами. Мнимый противник уничтожен. Это итог многочасовых занятий, говорят военнослужащие. Минимум 8 часов в день – все учения на полевых выездах. Отрабатывались навыки всего личного состава батареи. То есть начиная от командира орудия до замкового механика-водителя, которые уже проводили здесь слаженность и непосредственно до произведенного выстрела, до попадания в цель. То есть здесь уже этап у нас как бы всей заключительной боевой подготовки. Бойцы провели здесь, на полигоне, несколько месяцев. Это завершающий этап боевой подготовки. И уже через полгода сюда, на лагерные учения, приедет следующая группа военных, которые пока знакомы только с теорией. Такие масштабные учения проходят сразу на шести общевойсковых полигонах в разных российских регионах. Это своего рода экзамен для молодых бойцов. Тем более, что многие военные в этом году занимаются по новой экспериментальной программе с упором на боевую подготовку. Виктория Кульчева, Слан-Тибиев, Северная Осетия, телеканал «Звезда». Эти виражи, больше похожие на воздушный балет, на самом деле непременная часть каждой боевой операции. Четверка МиГ-29 расчищает небо. Так над полигоном «Ушелук» стартует финальная фаза учений. К этим маневрам солдаты и офицеры готовились больше двух месяцев. Сначала мобилизация в частях, затем передислокация на полигон. И, наконец, активная фаза. 2000 человек, 30 боевых самолетов. И, конечно, практически весь спектр средств ПВО, стоящих на вооружении в странах СНГ. От С-75 до новейшего комплекса С-400. Кстати, он в учениях боевого содружества принимает участие впервые. Продемонстрировать мастерство дивизион приехал из подмосковной электростали. Но сначала авиация. Военные летчики Армении, Белоруссии, России, Таджикистана и Киргизии дают настоящий воздушный бой. Противник – группа террористов, вторгшаяся с юга. Незваных гостей встречают целым градом бомб. Клубы черного дыма на горизонте не успевают рассеиваться. На предельно малых высотах врага утюжат штурмовики и истребители. Один из самых зрелищных моментов сражения в небе. Четверки самолетов ВВС России и Белоруссии демонстрируют тактику, кружа в небе будто ласточки. Не менее зрелищная и работа систем ПВО. Легендарные С-300 уже через несколько секунд активной стрельбы, кажется, не оставляют в небе живого места. Раз за разом нанося удары по объектам противника. За работой боевых расчетов следят министры обороны стран-участниц воздушной коалиции. Со специального наблюдательного пункта происходящее видно в деталях. Но никаких особых мест не надо, когда речь идет о финале. Триумфе С-400. Под оглушительную канонаду россияне ставят в учениях точку. Руководство маневров подводит итоги. Сделан еще один шаг по укреплению военного сотрудничества СНГ. Мишенная обстановка была максимально усложнена. Тем не менее, поставленные задачи успешно были выполнены. Все боевые расчеты показали высокую слаженность, мастерство и выучку. Мы на практике смогли убедиться в высоких возможностях наших средств ПВО и в эффективности боевого применения авиации. Теперь такие же маневры их участникам предстоит провести снова. В Казахстане на полигоне Сары-Шаган пройдет второй этап активной фазы. Там группировке предстоит сдерживать противника, вторгшегося из Центральной Азии. Кирилл Ховрин, Игорь Коровкин, телеканал «Звезда полигона Шулук», Астраханская область. Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 приземлились на авиабазе Южного военного округа в Крымске. Им предстоит принять на борт механизированную роту ВДВ – боевые машины десанта. Вес этой машины БМД-2 превышает 7 тонн, но благодаря установленным на ней парашютам и мощным надувным подушкам, которые срабатывают во время приземления, она может десантироваться с высоты в 9 километров. Во время предстоящих учений высота выброски составит всего 800 метров. Всего в учениях будет задействовано 14 транспортных самолетов. Одновременно прыжки с парашютом совершат полторы тысячи военнослужащих и почти два десятка боевых машин. Водители БМД будут десантироваться отдельно от техники, но переживают от этого ничуть не меньше. Это для меня впервые. Как бы прыгал, так с парашютом сам прыгал. Но техника – это первый раз. Одновременно с погрузкой техники и подготовкой к прыжкам работа кипит и в штабе учения. Его развернули всего за несколько часов. Это возможно благодаря использованию модульных палаток. Внутри – современная компьютерная система. Она позволяет офицерам оперативно наносить на карты тактическую обстановку и отражает на экранах решения командиров отдельных подразделений. Новая техника позволяет экономить время, необходимое для принятия решений. А информация об учениях в зашифрованном виде может быть передана в генеральный штаб в режиме онлайн. Сократить цикл работы органов управления для того, чтобы дать больше времени командирам подразделений и командирам соединений на подготовку тех подразделений, которые будут непосредственно участвовать в боевых действиях. Вот это самое главное. Подготовка к учениям идет по всему Краснодарскому краю. Это озеро за несколько дней десятки раз форсирует механизированные части морской пехоты. Здесь впервые опробована новинка отечественной десантной техники – противотанковое самоходное орудие «Спрут». Калибр этого орудия – 125 миллиметров. Десантники признаются, сами не ожидали для такой огневой мощи очень маленький вес машины – всего 19 тонн. И, как следствие, отличная плавучесть. «Спрут» сначала прикрывает наступление боевых машин десанта, а затем и сам уверенно съезжает с берега. Механизированная рота форсировала вододром. И, похоже, на этих учениях воздушным десантникам предстоит доказать, что для них вообще не бывает непреодолимых препятствий. Константин Худалеев, Леонид Богданов и Андрей Сушенков. Телеканал «Звезда». Группа специального назначения отрабатывает передвижение двойками, прикрытие огнем и преодоление сложных участков с полной амуницией. Отдельные тренировки не только на свежем воздухе, но и в спортзале. Здесь оборудован профессиональный скалодром. И рядовые, и офицеры готовятся, как настоящие спортсмены-экстремалы. Они обладают навыками на уровне горного инструктора. А вот как это выглядит во время практических упражнений. Помимо занятий в спортзале, отработки навыков техники безопасности, бойцы горной бригады тренируются в естественных условиях. Вот эта дорога уходит высоко в горы. Сейчас мы находимся на отметке полторы тысячи метров. И здесь есть все условия для тактических занятий групп специального назначения и разведки. Этот КАМАЗ по сценарию принадлежит противнику. Откуда ни возьмись, из засады на него налетают бойцы-альпинисты. Берут пленных, завладевают ценными документами. Особенности рельефа накладывают свои требования на вооружение и транспорт бригады. Уникальная воинская часть. Она была сформирована всего пять лет назад. Бригада легкая. То есть она очень мобильная и может в кратчайшие сроки выполнять задачи в любом регионе Северного Кавказа. В том числе. На вооружении бригады стоят те образцы вооружения и военно-техники, которые более способны выполнять задачи в условиях горной местности. Это не кадры военной исторической реконструкции, а занятия вьючно-транспортного взвода. Животные способны пройти там, куда уже не доберется техника. Лошади карачаевской породы и монгольские мустанги. Они отлично чувствуют себя на узких горных тропах и совсем не обращают внимания на звуки выстрелов. Сначала мы лошадей как бы держали на расстоянии, то есть там метров 15-20 от самого стрельбища. Уже потом, соответственно, на них залезали и тоже стреляли. Отдельное упражнение – наведение переправы через реку. Бойцы при помощи специального оборудования сначала перебираются сами, затем организуют доставку раненых. Подготовка позволяет военнослужащим горной бригады участвовать даже во всероссийских соревнованиях. И, как правило, в свою часть они возвращаются с призами и подтвержденными спортивными разрядами. Костякин Худалеев, Павел Новиков, Рустам Силианов. Телеканал «Звезда». Республика Карачаева, Черкесия. Пасть в мишень не так просто, особенно в такую солнечную погоду, говорят военные. Условные цели отражают яркие лучи света и сливаются с рельефом. И все же предполагаемый противник уничтожен. Танкист Виталий Клющиков смог поразить все три мишени с первого раза. Говорит, это итог многочасовых занятий. Почти что вычисляется до самого метра. Именно попадание, вождение. Механик чувствует, как начинает командир танка, например, наводчик стреляет, он помогает, водит машину туда, куда надо. Ну, конечно, поможет. В бою это просто отлично. Эти бойцы провели здесь, на полигоне Тарской, несколько месяцев. Научиться водить тяжелую технику нелегко. Еще сложнее изучить панель управления в этих новых боевых машинах, которые поступили в бригаду не так давно. Модернизированная техника. Здесь современная система навигации и тепловизоры, рассказывают военные. Офицеры у нас подготовлены и проводят занятия, обучают солдат предварительно. И в процессе уже закрепляем знания вот такими практическими занятиями. Танки не боятся не только грязи, но и воды. В этой мотострелковой бригаде такие учения впервые. Преодоление водных преград теперь тоже часть боевой подготовки. Новые БМП-3 оснащены водометами. Такая машина в воде может развивать скорость до 20 километров в час. В этом году бойцы занимаются по новой экспериментальной программе. Упор на боевую подготовку. Усиленные занятия. Вместо 6 часов 10. В основном на полевых выездах. Горы и лес это идеальные условия для обучения разведчиков. Каждый день десятки километров. Разминирование, стрельба, сложные переходы, воздушные переправы. И конечно тонкости разведки. Никаких лишних движений. А уж правильно занять. Наблюдательный пост. Настоящее искусство. Долго человек не может смотреть в одну точку. Вот если я часа 2-3-4 часа наблюдаю в одну точку. Я встал, я засыпаю. Хочу поменять точку. Чтобы как-нибудь разнообразить свой круг наблюдения. И вот тут меняем позицию. Опасность поджидают бойца отовсюду. Главное вовремя сориентироваться и открыть ответный огонь. На все это отведено 3 месяца занятий. Физическая подготовка бойцов не хуже, чем у профессиональных спортсменов. Говорят военные преподаватели. Это и позволяет обучать бойцов по ускоренной программе. Виктория Кульчева, Аслан Тебиев, ЗАУ Рамонов. Северная Сетия, телеканал «Звезда». Норматив преодоления этой дистанции 15 минут. В нее входят не только непролазные лужи и грязь, но и противотанковые заграждения и эстакады. Механик-водитель Максим Каратынский уже 7 месяцев служит в армии. За это время он успел опробовать самые разные образцы техники. Но танк Т-90, по его признанию, нравится ему больше всего. Т-80, он турбинный. Но Т-90 лучше, мне больше понравился. И как бы говорили мне, что 80 лучше. Но я все равно, как бы мне Т-90 понравился больше, и я пошел служить на Т-90. В распоряжении мотострелковой бригады не только танковый батальон, но и артиллерийский дивизион. Установки 2С-19, их еще называют МСТА, способны поражать бронетехнику, укрепленные сооружения и живую силу противника на расстоянии до 24 километров. Эти самоходные артиллерийские установки совсем недавно поступили на вооружение мотострелковой бригады. Еще 9 мая они участвовали в параде победы в Москве. Весь дивизион, это 18 машин, выстроил свою коробку и проехал по брусчатке на Красной площади. Затем их погрузили на эшелон и отправили сюда, в Южный военный округ. Вся техника в бригаде, а это 3 мотострелковых и 1 танковый батальон, а также несколько артиллерийских дивизионов, находятся в режиме постоянной боевой готовности. Данная ротная тактическая группа включает в себя мотострелковое подразделение, инженерно-саперное подразделение, артиллерийское подразделение, подразделение технического и тылового обеспечения. В течение 30 минут в состоянии выйти из парка в исходный район, где получают уточненную задачу и в готовности к боевому применению, после того, как эта задача будет получена. Помимо занятий с использованием тяжелой бронированной техники, мотострелки отрабатывают стрельбу из оружия, которое можно просто взять в руки. Практически через день они стреляют из РПГ-7. Миномет! Выстрел! С переходом на один год срочной службы подготовка стала еще более интенсивной. Стрельбы и вождение боевой техники, каждодневные занятия на полигоне. В разу увеличилось количество часов в практической подготовке. Мотострелковая бригада готова в любой момент выполнить свои задачи. Касатин Худалеев, Павел Новиков, Рустам Селянов. Телеканал «Звезда Республика Северная Осетия». 3000 метров над уровнем моря. На этой высоте ледники чуть тают. Подниматься приходится, как снежным барсом, цепляясь стальными когтями. Металлические подошвы так и называются – кошки. Для тех, кто примерил их впервые, как Олег Чугасов, это оказалось весьма непривычно. В этих кошках мы сначала даже в лагере пробовали на дереве подняться. То есть поднимались на дереве метров на пять где-то поднимались. То есть свободно. Все, кто сейчас здесь работают, должны освоить и одиночные восхождения, и строительство переправ, и транспортировку раненых. В любых условиях – и на голых скалах, и на льду. На снегу сложнее организовать безопасность. Там нету твердых жестких точек опоры, за которые можно закрепить веревку. И поэтому техника, она немножко сложнее. Ну и сама снежная структура снега, она еще и опасна тем, что могут быть и лавины. При Эльбрусе – лучшее место в России для тренировки военнослужащих горных подразделений. Еще в 30-е годы прошлого века здесь создавали скальные лаборатории. Природный ландшафт уже тогда оборудовали точками безопасности. Один из видов горного рельефа называется камин. Здесь мы рассчитываем только на свои силы. Есть два способа преодоления данного препятствия. Это либо распорка спина ноги, либо ноги руки в стороны. Тренировки для военнослужащих только начались. В полном альпинистском обмундировании это первый выход в горы. Все вот это оборудование находится на альпинисте во время восхождения и во время спуска. Его достаточно тяжело нести на себе, но еще сложнее новичку в нем разобраться. Вот это восьмерка. Ее применяют при спуске. Она помогает остановиться, даже если ты летишь с огромной высоты на огромной скорости. А вот это жумар. Его наоборот применяют при подъеме наверх, когда нужно зафиксироваться на определенной высоте. Многолетний курс теории и практики альпинизма солдатам и офицерам придется освоить за месяц. Правда, большую часть времени участники сборов будут вдали от цивилизации. Даже проведут несколько ночей на леднике. В следующем году участники этого сбора пойдут уже на более высокие скалы и крутые ледники. Алиса Литвинова, Андрей Сушенков и Александр Молчанов. Телеканал «Звезда» при Эльбрусье. Спортивные парашюты «Цвета неба» – это новинка от воздушно-десантных войск. Разведгруппа 108-го десантно-штурмового полка высаживается с борта самолета Ил-76 на высоте 800 метров. Следом за ними еще один борт. Это зрелище не для слабонервных. Масса боевой машины десанта более 7 тонн. Задача пилота – сбросить ее точно в район атаки десантников. Разбронированная техника. Для них существенное подкрепление уже через минуту. Гусеничная БМД-2 приземляется на надувную подушку. В десантной операции участвуют истребители, бомбардировщики и вертолеты. Ми-24 прикрывают, Ми-8 и Ми-26 доставляют десант. Наспешивание взвода – всего 20 секунд. Были показаны комбинированные способы и положение зависания, и применение доставки техники с использованием больших вертолетов Ми-26. То есть это сегодняшний день. И надеемся, что в будущем это будет направление развиваться. Наступательная операция проводится совместно с оперативным командованием Южного военного округа. Она настолько масштабная, что ее проведение было бы невозможным без новых технологий. На этих учениях используются самые разные способы доставки на полигон боевых машин и десанта. Классический парашютный, а также вертолетно-тактический и воздушно-морской с применением кораблей и поддержкой морской пехоты Черноморского флота. В связи к минимуму трудности при взаимодействии различных родов и даже видов вооруженных сил позволяет автоматизированная система управления, которая разработана специально для ВДВ и установлена в штабе учений. А вот как это выглядит на практике. Комдив за своим рабочим компьютером, не сходя с места, в любую секунду может наблюдать за действиями десантников. Эта камера транслирует действия разведчика-пулеметчика. Вот он отдает команды своему взводу. Пошли! А здесь ведет огонь по противнику. Все это в прямом эфире. У меня здесь нанесена на электронной карте обстановка, а так с командирами частей и элементами боевого порядка я связан по видеоконференции. В любой момент я могу выйти на любого командира и глядя ему в глаза, уточнить задачи, узнать, что происходит именно в том районе боевых действий, где он находится. Десантники не находят преград не только в воздухе, но и на воде. Почти вся техника способна плавать. А это новинка. Самоходная противотанковая пушка «Спрут». Орудие 125 мм. Она может вести огонь и не останавливаться даже посреди водоема. С применением всех новинок в технике и структуре управления речь уже идет о создании новой тактики ВДВ – десантирования всеми возможными способами. Главная задача – ошеломить противника и не дать ему угадать верное направление главного удара. Константин Худалеев, Леонид Богданов, Андрей Сушенков. Телеканал «Звезда». Краснодарский край. Для водолазов Черноморского флота – это один из самых важных этапов подготовки. Молодых солдат учат пользоваться оборудованием на глубине. Значит, у каждого из них всего по 3-4 погружения. Новый вход в воду должен прибавить опыта. Они обследуют дно и обозначают свободный от Минкоридор. По нему потом должен пройти десантный корабль. С первого раза и без ошибок. В школе водолазов Черноморского флота своими выпускниками гордятся. Те виды водолазного снаряжения, которые есть в школе и используются для проведения учебного процесса, они позволяют подготовить нам водолазов вот этих вот квалификаций. И по отзывам с флотов наши ребята, приходящие после окончания школы на флоты, готовы в первый же день идти под воду и выполнять работы. Эти тактические учения десанта морской пехоты – повод еще раз в условиях, приближенных к боевым, повторить отработанные навыки. Учебный бой начинается с подхода к берегу большого десантного корабля и открытия аппарели. Четкость и слаженность здесь важнее всего. Все действия десанта буквально расписаны по секундам. Посадка техники на корабль 205, потом высадка из него в море не более 60. Пара мгновений задержки и вся рота рискует получить плохую оценку. Высаженная в море техника добирается до берега одновременно атакуя. Медлить с открытием огня десанту нельзя. Это передовой отряд наступления, действий которого зависит многое. Задача десантников, как и в настоящем бою, захватить участок в нескольких пунктах высадки, уничтожив роты первого эшелона противника. Слаживание проходит без срывов и нарушений техники безопасности, что, конечно, радует командиров. Впрочем, опытный глаз все равно увидит, что еще нужно доработать. Одновременность выхода на морское побережье, чтобы плотность подразделений, плотность огня в отношении противника увеличить. Эти выстрелы на 13-м полигоне береговых войск уже давно не пугают его обитателей. И тактические учения морпехи Черноморского флота проводят тут несколько раз в месяц. Правда, эта тренировка особенная. Помимо отработки боевых навыков, они готовятся ко дню военно-морского флота. Десантирование с воды обязательно покажут на параде в Севастопольской бухте. Виктор Синевок, Вячеслав Амилютин, Кирилл Аксенов, телеканал «Звезда», Крым, Севастополь. В Южной Осетии российский военный контингент готовится к совместным учениям двух государств. Пройдут они на полигоне 4-й гвардейской военной базы. Она сформировалась спустя всего полгода после вторжения грузинских войск в Южную Осетию. Теперь ее комплекс боевой подготовки является одним из самых современных. Виктория Кольчаева увидела, как живут бывшие миротворцы. Они приходят сюда редко. Тяжело смотреть на разрушенный грузинскими снарядами родной миротворческий городок. В преддверии уже третьей годовщины вероломного вторжения Грузии в Южную Осетию по-прежнему помнится все до мелочей. Непрерывный артобстрел, горящие корпуса, десятки раненых и убитые сослуживцы. Это все, что осталось. Полуразрушенное здание, тогда единственное убежище, рассказывает Майя Бестаева. С тяжелым ранением головы она до последнего боролась за жизнь каждого бойца и спасла своего командира. Эти молодые люди, которые погибли, вечная слава им. Они своей кровью отмели и подарили Южную Осетию свободу. Бывшие миротворцы, они по-прежнему служат здесь, теперь уже в свободной и независимой Южной Осетии в составе российского военного контингента. Днем и ночью у нас стражи южных рубежей России и суверенитета республики, ставшей почти родной. Расул Халерулаев приехал из Дагестана. В миротворческом батальоне успел прослужить год до войны. После решил навсегда остаться в Южной Осетии. Слишком много теперь связывает с этим краем. Мне тут нравится и привык, как это в местности тут. Я останусь, сколько контракт закончится, может подряд. На глазах этих военных три года назад все рушилось, а теперь вот строится. Четвертая военная база в Южной Осетии – это три военных городка. Они построены по современному образцу. Это целый комплекс, который сформировали всего за 10 месяцев. Здесь все для полноценной боевой подготовки. Есть где жить, отдыхать и заниматься спортом. В настоящее время заканчивается строительство казарного фонда, который позволит разместить солдат, начиная с сентября месяца, в один ярус, согласно норм устава вооруженных сил Российской Федерации. Вот и у Майи Бестаевой скоро появится рабочее место в медицинской части. Здание пока не достроено. И все же приятно сюда приходить, говорит Майя. Новая лаборатория со всем необходимым оборудованием. Мечта, наконец, сбудется, улыбается медсестра. Говорит, появилась уверенность. Больше не за что переживать и нечего бояться. Только чтобы бойцы были здоровы. Вроде более-менее я стала спокойной, потому что столько красоты построили. И дальше будет строиться, наверное, благодаря России. И все будет в порядке. Будет еще лучше. Еще лучше будет уже в ближайшем будущем. Для офицеров сданы общежития семейного типа. Состав здесь хоть и временный, но все же привозить с собой семьи военным разрешают. Поэтому здесь и появились детские площадки. К инфраструктуре военных городков скоро прибавятся и тренировочные базы. Земли под современные полигоны уже есть. Все же боевая подготовка на первом месте, говорят военные. И уже в ближайшее время здесь пройдут совместные учения Российской и Юго-Осетинской армии, которые станут регулярными. Виктория Кульчева, Аслан-Тиби, Взаура Мона, в Южной Осетии, Телеканал. Бойцы отдельной гвардейской бригады специального назначения устроили засаду на проселочной дороге. После короткой перестрелки спецназовцы взяли пленного и похитили документы, перевозившиеся в бронированных машинах. Такие тренировки в бригаде проходят каждый день. По сравнению с прошлым годом, каждый военнослужащий тратит чуть ли не в два раза больше патронов, чем раньше. Младший сержант, разведчик Александр Ольшанский, уже третий год служит в армейском спецназе по контракту. Упражнение «Горная полоса препятствий» – новинка специально-тактической подготовки гвардейцев. До сих пор норматив не предусматривает ограничений по времени прохождения полосы. Главное – методичность преодоления препятствий. Действия отработаны до автоматизма. Прикрываем друг друга боевыми двойками с отходом, полностью со всеми действиями РГСПН, действия в составе группы, а также в составе боевых двоек. Вооружение спецназовцев приспособлено для ведения боевых действий в особых условиях, когда необходимо застать противника врасплох. Ввиду того, что мы подразделение специального назначения, каждый автомат у нас чем-то отличается. Складывается, соответственно, для совершения прыжков. Автомат также вооружается, как подразделение специального назначения, подствольным гранатометом и ввиду наши специфики специального назначения. Все оружие у нас практически более 70% является бесшумным. Помимо обычной формы одежды, спецназовцам выдают снаряжение на зависть любителям активного отдыха. Утепленные костюмы, горные лыжи и ботинки с остальными когтями, чтобы передвигаться по отвесным ледяным стенам. При необходимости спецназовцы могут действовать и как заправские голубые береты. К воздушно-десантной подготовке в специальной бригаде отводят не меньше времени, чем тактическим занятиям и умению обращаться со стрелковым оружием. Вот это называется десантный городок. Здесь есть даже вот такая вышка. Бойцы учатся прыгать с высоты в 25 метров. Но, как говорят здесь, мало научиться прыгать с парашютом, важно уметь грамотно приземляться. И уже через три недели вот таких занятий спецназовцы готовы выполнить свой настоящий первый прыжок с парашютом. В арсенале спецназа парашютная подготовка на уровне ВДВ и элементы тактики десантно-штурмовых батальонов морской пехоты. Однако в отдельной специальной бригаде находится время не только для занятий на полигонах и спортзалах. Своё свободное время военнослужащие прямо на территории части могут провести не хуже, чем в ином развлекательном комплексе. К их услугам бассейны, комнаты психологической разбрузки и даже дорожки для боулинга. Но всё-таки главное – высокая интенсивность учёбы и спортивных тренировок, чтобы призывники могли приобрести все необходимые навыки и умения даже за один год, который теперь длится обязательная военная служба.